К десятилетию общественной организации «Дорогою добра» проект «Особенная история». Родители особенных детей о людях, которые им помогают, и непростом пути, который они проходят вместе. Я в течение пяти лет никак не могла смириться с тем, что у меня такая в жизни приключилась история, что у меня ребёнок с инвалидностью, и я вот эти пять лет жила практически в состоянии войны. Даже не спала, потому что я всё сидела по ночам возле кровати, просто слушала, дышит ли она ещё. Маргарита Матанцева, 38 лет, мама Мирославы. Как будто это был какой-то очень-очень страшный сон, и мне всё казалось, что это не со мной, что это не по-настоящему, что это закончится, что вот она вылечится, что это всё как-то пройдёт, что что-то поменяется. Я очень много раз слышала, что твоя жизнь закончилась, всё плохо. Твоя жизнь закончилась, всё плохо. И я вот эти пять лет пыталась всему миру доказать, что не закончилась. Ну, вот когда-то долго-долго-долго в состоянии войны, любой человек устает и ломается от этого. Я, наверное, тоже в какой-то момент сломалась. Я практически сдалась. Бесполезно что-то делать, реально всё плохо. Мирославе 9 лет. Она учится во втором классе 44-й школы. У девочки хромосомная аномалия и множественное нарушение развития. Когда я уже поняла, что это вот такая реальная жизнь, мы как-то разговаривали с одной мамой. Мне тяжело, я не знаю, что с этим делать. И вот она мне сказала, иди в дорогу добра. И мы пришли. Там тоже сказали, что ну как бы да, ничего хорошего. Но почему я за это зацепилась? Вот я 5 лет слушала, что это конец, это конец, это конец, всё плохо. Там на консультации я услышала, да, всё плохо, но это не конец. Сейчас такую, наверное, аллегорию приведу. Вот как будто ты стоишь на краю пропасти, вот балансируешь. И реально зачем вообще такая жизнь, в которой как бы жизни нет, ничего не помогает. Как бы назад уже не вернёшься, и вперёд идти некуда, потому что всё, ты уже на краю. И вот на консультации я услышала, да, мы на краю. Ты на краю, твой ребёнок на краю. Но вот смотри, вот налево пару шагов шагуешь, там есть мостик. Давай пойдём по мостику. И появилась такая маленькая надежда, что ну куда-то же этот мостик приведёт. Через несколько дней мне позвонили и сказали, приходите на занятия. Особенная история. И у меня первое время был шок от того, что что они тут улыбаются, блин, сидят. Это я сейчас вспоминаю со смехом, но тогда я думала, чему они радуются. Блин, дети в таком состоянии, беспросветность такая, проблемы кругом. Чего они тут радуются, сидят? Это было просто, у меня не укладывалось это в голове. Потом было лето, когда я успокоилась, отдохнула, выдохнула. Осенью сразу же, как только объявили набор, я пошла на родительскую группу. Там, конечно, меня вштырило по полной программе. И наревелась. Очень много чего переосмыслила. У меня полностью поменялось отношение к ситуации, к себе самой. Это не страшно, надо просто научиться с этим жить. Вот и всё. Мостик левее, чуть-чуть, на два шага. Пойдём, покажем. Вот это вот. Просто когда ты один, это правда страшно. А когда ты понимаешь, что рядом есть люди, и тебя берут за руку и говорят, пойдём, и ты понимаешь, что, ну, есть же дорога, у тебя ноги, иди, просто иди дальше. Другие люди с этим живут, ездят в отпуск, отмечают праздники, просто идут гулять и радуются солнышку. И ты думаешь, слушай, я же тоже так могу. Когда ты понимаешь, что каждый день может быть последним, ты научаешься вот этот день последний ценить. И очень сильно радоваться тому, когда наступает следующий день. Особенная история. Я сегодня могу себя назвать счастливым человеком. Я счастливая мама, у меня прекрасный ребёнок. Когда люди на меня смотрят, кто особенно незнакомые, они очень сильно удивляются, говорят, у тебя ребёнок с инвалидностью. Да что ты радуешься? Я говорю, да блин, если такой прекрасный ребёнок, а что мне не радоваться-то? Она учится играть на укулеле, она ходит на театр, тренируется, да, театр. Ей очень нравится. И у неё достаточно успешно это всё получается, на мой взгляд. Для меня это общение с родителями, общение с педагогами. Появилось это ощущение, что это как будто семья. Появилось желание самой в этом участвовать и как-то помогать. Ну, как бы очень часто задумываясь о том, что хорошо, что в моей жизни это произошло. Как, может быть, не цинично это звучит, потому что я нашла себя настоящим. Потому что, если бы не она, я бы до сих пор гонялась, что мне нужно заработать денег, что у меня карьера. Куда-то надо, надо, надо. И я вообще не задумывалась о том, зачем мне это надо. Сегодня для меня на первом месте зачем? Затем, чтобы было хорошо мне. Затем, чтобы было хорошо тем, кто рядом со мной. Мне хорошо, и людям рядом со мной тоже хорошо. Я очень рада, что в моей жизни случилась Дорога Добра, в нашей жизни. Организация Дорога и Добра уже 10 лет поддерживает семьи, где растут дети с особенностями развития. Напрямую государством центр не финансируется, и без вашей помощи Мирославе и другим ребятам не справится. На номер 3443 отправьте СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами, например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. Особенная история СМС. 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 Продолжение следует...